Шимад Бхагатам Шимад Бхагатам Шимад Бхагатам Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Ради своих оставшихся без отца детей. Раджа-ши, царь-панду, варь-е-на, лучше. Вина-а-пи, без него. Те-на, ему, я-га, тот. Тот, кто. Ту-но, э-ка, один. Вирах, воин. Адхирадха, воиноначальник. Виджиге, смог покорить. Ганух, лук. Двитя, второй. Ка-ку-бхах, стороны. Ча-та-срах, четыре. Живали еще притха, по-моему, господин. Она осталась жить только ради своих осиротевших сыновей. Если бы не они, она не вынесла бы разлуки с царем-панду, великим военачальником, который, воспользовавшись вторым луком, сумел в одиночку покорить все четыре стороны света. Верная жена не может жить без мужа, своего господина. Вот почему в былые времена вдовы по собственной воле входили в погребальный костер, на котором сжигали тело их мужа. В Индии этот обычай стал распространен очень широко, поскольку женщины отличались тогда благочестием и верностью мужьям. Позднее, с наступлением века Кали, женщины тратили былую преданность мужу, и обычай, согласно которому вдова по собственной воле входила в погребальный костер мужа, отошел в прошлое. Не так давно этот обряд был запрещен, поскольку из добровольного превратился в принудительный, и женщины порой делали это против собственной воли под давлением общественного мнения. Когда Махараджи Панду умер, обе его жены Кунди и Мадри приготовились зайти на его погребальный костер, но Мадри попросила, чтобы ради их сыновей и пятерых пандавов Кунди осталось жить. К ее просьбе присоединился Йосадева, и Кунди согласилась. Несмотря на великую трату, Кунди решила жить, но не для того, чтобы после смерти мужа наслаждаться жизнью, а только чтобы не оставить своих детей без защиты и покровительства. Видуро упомянул об этих событиях, потому что ему были известны все обстоятельства жизни его невестки Кунди-Дели. Из этого стиха явствует, что Махараджи Панду был великим воином и в одиночку с помощью лука и стрел сумел покорить четыре стороны света. Без такого мужа Кунди не мыслила свою жизнь даже на положении вдовы, но ради своих пятерых сыновей она вынуждена была остаться жить. Живали еще припихи, о мой господин, а она осталась жить только ради своих осоротевших сыновей. Если бы не они, она бы не вынесла раздуки старем Панду, великим военачальником, который, воспользовавшись вторым луком, сумел в одиночку покорить все четыре стороны света. Светом. 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 В следующем стихе он говорит, что я всегда желал добра, но он выгнал меня из дома, из собственного дома. И это отношение слуги и господина. Кто же такой слуга и кто же такой господин? И на что должен пойти слуга ради своего господина? И здесь, в данном случае, речь идет о кунте и о мадре. И ради своего господина, ради того, кому они отдали свою жизнь, в конце концов они должны были умереть. И где же защита? Кто же защитит слугу? Когда мы говорим о том, что есть слуга, мы сразу должны сказать о том, что есть господин. И если нет господина, нет слуги, не может быть слуги. Слуга готов предаваться полностью, отдавать всего себя. И он рассчитывает, он всегда рассчитывает на то, что господин защитит его при любых обстоятельствах. Иначе какой смысл в господине, если он не дает защиту? Тогда это не слуга, это раб. Пусть даже Божий. Может, с этим надо согласиться. Некоторые духовные традиции настаивают на том, что мы рабы Божьих, а не слуги Господня. Но если мы говорим о слуге, мы должны говорить о господине. И однажды жители Бриндавана собрались для того, чтобы совершать ягни. И они очень суетились, нужно было много приготовлений сделать. И в это время Кришна уже пас коров, и как-то случайно они проходили там, как будто бы случайно. И Кришна сказал своим друзьям, мы останемся здесь ночевать, посмотрим, что за суета такая, чем это они здесь занимаются. И он стал расспрашивать папочку, чем вы тут занимаетесь. Занимаетесь. И Нанда Махареш сказал, да, мы тут ягни собрались проводить. Индри. И Кришна возмутился. А что это Индри? Нужно поклоняться. С какой-то стати мы должны поклоняться. Индру никто не видел вообще. Дожди сами по себе льются. Они поливают и моря, и поля. Зачем поклоняться Индри? Что мы с этого будем иметь? Нанда настаивал на том, что от Индри все зависит. Веды предписывают поклоняться Индри. Где-то 60, может, процентов всех ритуалов, которые описаны в Ведах, это ритуалы, которые объясняют, как поклоняться Индри. Потому что Индра, Царь Небес, от него очень многое зависит. И Кришна сказал, ничего от него не зависит. Посмотрите, от кого мы зависим, дрянь. Кто дает нам траву? Гавардхан. Кто дает нам воду? Гавардхан. Кто дает нам плату? Гавардхан. Так давайте будем поклоняться Гавардхану. Зачем нам нужно поклоняться какому-то Индрю? Кто сказал, что он Господин? Если мы слуги, то мы должны знать, что Господин нас защищает и Господин нас всем обеспечивает. Вот кто наш Господин Гавардхан, пожалуйста. И Ачарь говорит, что немножко не в традиции Кришна объяснял. Он отвергал своеобразные веды. Ну, это была Лила, конечно. Но Кришна хотел показать, что если уже мы выбираем Господина, то Господин должен нас всем обеспечить и защитить. И если мы подумаем, кто же такой Господин, кто нам все дает, кто дает нам солнце, кто дает нам дожди, плоды и вообще счастье, удовольствие, то мы придем к выводу, что это Верховный Господь. А нет больше Высшего Господина. Это тот Господин, которому мы можем предаться как слуги и рассчитывать на то, что наш Господин, наш Отец всем нас обеспечит. Он все нам даст. Но по сути, Он и так нам все дает. Поэтому есть только один Господин, это Кришна. И когда началась эта ягья, поклонение Гавардхану, то сам Кришна принял форму Гавардхана. И Гавардхан принял форму Кришны. Никто так и не понял, кто есть кто. Но маленький Кришна стал большим Кришной и сказал, «Я Гавардхан» и стал принимать все эти отношения. Поэтому слуга, Он не бескорыстный. Он рассчитывает на полную защиту своего Господина. Иначе нет смысла говорить о слуге. Слуга — это тот, кто предается своему Господину, который полностью посвящает Ему свою жизнь. И сам Господь непосредственно, Он не проявляется здесь, в материальном мире, для того, чтобы взять на себя олицетворенную форму Господина. Он посылает сюда своего представителя, который будет выполнять функции Господина. То есть того, кто даёт прибежище. Если это касается духовной практики, Он посылает сюда духовного учителя. И духовный учитель — это Господин ученика. Почему? Прежде всего, потому что Он берёт ответственность за своего ученика. Он понимает, что Ему придётся вернуть эту дживу в духовный мир. Без всяких условий. Готова джива, не готова. Вот Он берёт на себя ответственность вести её в духовный мир. И мы видим, как Пракупада поступал. Сначала Он дал инициацию, а потом сказал, каким принципам нужно следовать. То есть потом выдвинул условия. Сначала Он, безусловно, принял на себя карму этих учеников из любви. Потому что Он уполномочен. Он здесь представитель Господа. Он взял на себя ответственность. И потом объявил им о обязанностях. Это хиппи. Для них четыре регулирующие принципа – это полностью разрушить их прежнюю жизнь. Они могли не согласиться на это. Но Он знает, что Он господин, Он духовный учитель своих учеников. Он, безусловно, принял на себя ответственность. И это подкупило всех учеников. Его самоотдача, то, что Он был готов за каждого отдать свою жизнь, только чтобы вернуть их в духовный мир. Это то, что касается духовной жизни. Но материальной жизни Господь тоже посылает своего представителя сюда. Это царь, это наместник Бога, который берет ответственность за своих подданных. Тогда есть отношения слуги и господина. И в последнее время, ну не последнее время, периодически всплывает этот наболевший вопрос варнашина. Кто же у нас шудра, кто же у нас брахманы? Как же мы поделим себя на варны? И как же мы будем счастливы жить, эксплуатируя друг друга и служа друг другу? И я не очень читаю всякие новости на Фейсбуке, но недавно мне попалось, предлагают сделать, собрать все вишнавские мнения, и где-то собраться и обсудить, как же мы будем делать варнашину. И выдвинулось такое предложение. А что здесь сложного? Кришна поделил всех людей на четыре варны. Это естественное деление. Здесь ничего заумного нет. И пишет преданный, что все очень просто. И так все естественно поделено. Есть люди, которым нравится спекулировать, умничать. Есть люди, которым нравится наезжать на других, руководить. Есть те, которые любят спекулировать, приторговывать где-то, что-то обманывать. И есть те, которые готовы за бесплатно работать. Вот у нас есть четыре варны. Пожалуйста, просто поделились по этим качествам. Но это не качество варнашины. Это качество млеч. Где здесь качество брахмана? Где здесь качество кшадри? Вайша — это тот, кто кормит весь мир. Если он вайша, он всех должен кормить. Это его обязанность. Тогда он вайша. Кшатри — тот, кто защищает всех. Не тот, кто наезжает на всех, а тот, кто защищает всех. И брахман — это тот, кто может дать благословение. У него есть для этого силы. Одной рукой махнул, и появился летающий город. Вот это брахман. Кшатри приходят и кланяются брахманом в ноги и говорят, благослови. И они говорят, оттаску. Пожалуйста, что ты хочешь? Город? На тебе город. Правь городом. Никто до сих пор не может понять, как построили храм Джаганадхапури. Там, я не знаю, 300 или 500 тонн висит наверху. Камень, монолитный камень, 500 тонн. Кто его туда поставил? Каким краном можно его туда поставить? Ашудра. А? Ашудра. Ашудра. Вот Шудра как раз он готов служить и ни о чем не задумывался. В какой-то степени он безответственный, потому что на нем не лежит ответственность. Всю ответственность на себя взяли вайши, кшатри и брахманы. И Шудрой быть очень легко. И самое выгодное положение. Ты трудишься в силу своих возможностей, выполняешь свой долг, не напрягаешь ум, тело особо тоже не напрягаешь, потому что Шудру особо не эксплуатируют. Они делают то, что могут делать. Достаточно легкая работа. Это не сложная. И если посмотреть на ведических Шудр, как они трудятся в Индии, потихонечку... Кругом рисовые поля, но кто их убирает, сидит одна бабушка, огромное поле, и серпом, вот эта сидя, она передвигается, так они у меня сидят, и серпом. На одном поле сидит одна бабушка, на другом другая бабушка. В чем здесь сложность? Сидишь себе и серпом. И она одна убирает вот это поле, которое там крайне видно. И какой-то... Последний год, когда мы шли, комбайн появился. Это был шок. Сбежала вся парикерма посмотреть, что это за чудо такое. Комбайн появился, он может убирать поле. И... Так вот построено ведическое общество. Кто-то берет на себя ответственность для того, чтобы вот так вот махнуть рукой и построить город, нужно совершать суровейшие аскезы. Шатрии даже на это не способны. Это делают брахманы, которые все время погружены в медитацию. У них это есть сила. Так а какой варнашами может идти речь, если мы говорим о спекуляторах, о эксплуататорах, о махинаторах? Мы не готовы, пока мы не берем на себя ответственность. У нас нет варнаши, хорошее было предложение начать с того, что приглашать нормальное потомство в нашу семью небожителей, правильно строить семьи, это единственный шанс, что появятся настоящие брахманы, которые будут благословлять настоящие шатри, которые будут управлять настоящими варящими, и тогда уже нам останется самое простое. Сесть на поле на корточке, взять серб и по чуть-чуть подрезать рис. Вот это ведическое общество. И слово шатрия имело вес в ведические времена. И это ответственность тоже, поскольку если кто-то брал на себя обязанность защитить какую-то дживу, то этому ему никто не мог помешать. Есть история интересная о Рамачандре. У него был духовный учитель и вишвамитра Муни. И кшатри, он поклоняется духовному учителю, обязательно у них есть духовный учитель. Но вишвамитра он происходил и также из семьи кшатриев. Он был кшатрием, хотя он исполнял обязанности для жизни брахмана. И произошла удивительная история однажды. Некий царь Шакунта, он задержив по приношению пригласил всех местных верьмож. Также там был и господь Рамачандра, и главным жрецом был Васишска, личной лилой между Васишской и вишвамитрой. И когда все уже было правильно сделано, ягья закончилась, то Шакунта, понятно, должен был кого-то отблагодарить. Приходя там, сидели высокопоставленные личности, в том числе и вишвамитра, который считал себя очень замечательным брахманом, то Шакунта, он первым поблагодарил Васишску. Ну, понятно, он жрец, он же что-то делал, кому первому сказать спасибо. Вот он ему поклонился. И так вроде все закончилось, хотя вишвамитра немножечко напрягся, как это ему, первому не поклонились. И так же там был Нара Дамуни, который любит лилы делать более динамичные, так, чтобы народ не спал, прилагал какие-то усилия для того, чтобы что-то развивалось, ну и для того, чтобы кому-то было что рассказывать потом в будущем. И Нара Дамуни пришел через пару недель к вишвамитре и сказал, хожу я тут по земле, туда-сюда, и смотрю, что слава твоя начинает уменьшаться. Ты такой прославленный, но вот люди уже начинают сомневаться в твоем могуществе, и вишвамитру это возмутило, как же это так, как же это он, такой великий брахман, его слава применшается. Он говорит, ну, Нара Дамуни говорит, помнишь этот случай, когда первому поклонились в Асиште? Ты это пропустил и не заметил, но люди это заметили, они сейчас говорят, вот посмотрите, кому первому поклонились в Асиште, значит, он главный. Кому первому? Подносят фитилек. Вот, значит, он главный. А кому поднесли? Вот теперь люди все начинают это обсуждать, и постепенно твоя слава сходит на нет. И вишвамитра решает наказать самого Шакунту. За что же это он так обошел его вниманием и не поклонился ему первым. Но Нарада говорит, что если ты его проклянешь, хотя ты брафман и у тебя есть сила, то ты потеряешь все свои сукрити, все свои эскизы, оно тебе надо. У тебя есть ученик, ты можешь ученику сказать о своей проблеме, он это легко решит. Ну, и так они договорились. Вишвамитра пошел к Рамачандре. Рамачандре ему поклонился в ноги, как положено, и спросил, чем он может помочь. И тогда Вишвамитра сказал, что меня оскорбили, и если ты ученик, можешь разобраться с этим оскорбителем. Рамачандре сказал, он не доживет до захода солнца, будь уверен. Если ты хочешь, чтобы я с ним разобрался, я с ним разберусь. Сказано, сделано. Нарада, который присутствовал при всем этом, побежал сообщить новость Шакунте, что его Мудот убила. И Шакунта был преданным господу Рамачандре. Он сказал, Рамачандра хочет убить меня, я готов, я сам выберу. Я свою всю семью выведу. Побыстрее бы мой господин разобрался со мной. Но Нарада сказал, он убьет тебя, как врага, потому что ты оскорбил его духовного учителя. И есть разница умереть как враг и умереть как слуга. Поэтому они решили, что умирать не нужно, надо как-то попробовать спастись. И тогда Нарада сказал, что тебя может спасти только чистый преданный. Других вариантов нет. Брамачандра не будет наезжать на чистого преданного. это невозможно. Они были уверены, что Рамачандра так не поступит. Поэтому Нарада посоветовал ему бежать в лес и кричать спасите, помогите, защитите. Но в то место, где жил Хануман, и с мамочкой они там жили, и Нарада был уверен, что мать, поскольку она очень сострадательная, она защитит его. И так Шакун-то и поступил, он побежал в лес и стал кричать, помогите, спасите. и вышла эта женщина. Ну, как сказать, женщина. Вообще, есть версия, что все-таки это были люди, а не обезьяны. это говорит Бхактино Такур Кришна Самхити. Мы решили не изучать эту книгу, там написано несколько таких очень вещей, которые мы никогда не обсуждали. И вот Бхактино говорит, что в те далекие времена он делает обзор Шримад Бхагаватам и пытается в Шримад Бхагаватам как-то все не хронологически описано, а он это все в хронологии, что там происходило. Когда-то полубоги жили вместе с людьми на одной земле, на Хумандале. Это было между Рек, между Емуной и Гангой. Счастливо они жили, люди совершали поклонения им. Вот все, как в этих мифических историях Греции, что полубоги небожители, они были с людьми, так вот Бхакинус говорит, что все жили вместе. И потом по какой-то причине полубоги решили, что мы оставим здесь мантры, просто чтобы они нам поклонялись, а сами сделаем себе рай и будем жить в роде, не с людьми. И также вот в этой хронологии он говорит, что в Альмике он описывал Рамайну, но он не дружил с одним племенем, как-то у них были какие-то терки, и он их называл обезьянами. На самом деле это были не обезьяны, а это были племена, дикие племена, которые помогали Рамачандре. Хотя мы знаем, что у Ханумана был хвост, это он имел такой обезьянью внешность, поэтому мы толком не знаем. Но в любом случае это была женщина. Обезьяна она была или нормальная, она со страданием сказала «Не плачь, дорогой, я тебя защищу, никто тебя пальцем не тронет, потому что мой сын Хануман». И все этим сказано. Все. И она спросила «Какие у тебя проблемы?» Он говорит «До заката солнца меня должен убить Рамачандра». И когда она услышала слово Рамачандра, она сказала «Что ты мне сразу не сказал? Я бы тебя сама убила». Теперь я дала слово «Я должна тебя защитить». И Хануман она приказала уже «Ты должен его защитить, я дала слово». Вот это было слово в шатре. Если кто-то брал, кого-то под защиту без всяких обязательств, кто такой был Шакунта, они даже не знали, но они взяли его под защиту без условий и они решили его защищать. И кольцом посадил его. Рамачандра как-то это тоже почувствовал, что ну так просто не получится. послал Бхарату Лакшмана. Ну в общем они не захотели сражаться с Хануманом. Он сказал «Хотите забрать убить, сначала со мной придется разобраться». И уже дело шло к закату и Рамачандра сам пошел, потому что он сдал слово. Все, что теперь с этим делать? И когда он увидел что происходит, Хануман сказал, что ты можешь сражаться со мной, сражайся, я не буду сопротивляться. Но я дал слово, я не отдам его. И Рамачандра он верный своему слову, он выпустил стрел в Ханумана. И когда стрела коснулась его груди, она превратилась в гирлянду. А Хануман он сел в медитацию и стал повторять «Джайрам, Джайрам». И Рамачандра со всей серьезностью применял все оружие, которое он знал. И он выпустил эту брахмастру, которая сжигает весь мир. И жарко стало всем, даже полубогам. Все прибежали. И брахма просили, чтобы остановилась. это брахмастра. При этом сам Хануман сидел в медитации и даже не знал, что происходит. И Брахман толкнул его в плечо и сказал «Хануман, давай, надо решать, сейчас мир сгорит, делаем что-то». и туда же прибежал и Вишмаметра, и Васишка, все были в шоке, что происходит. И тогда Хануман, когда он очнулся, он увидел, что много знаменитых личностей, и он стал всем спонтанно кланяться. И первому он поклонился Васишке, и потом всем остальным, и Васишка закричал «Все, все, 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 он поклонился мне первому, я отменяю свою просьбу». Вишмаметре, все закончено, остановитесь. И так вот закончилась эта история. В ней урок, конечно, такой. Рамачандра сам был благодарен Хануману за то, что он таким образом поступил. Он сказал, что «ты доказал всему миру, что мое святое имя, оно сильнее и могущественнее даже, чем я сам». Но в связи с нашей темой какой урок? Это то, что если это уже Господин, то это Господин. И слуга предается ему, потому что он Господин. Он рассчитывает на защиту. И если мы предаемся Кришне, если мы предаемся Господу, мы обязательно рассчитываем на то, что он нас защитит. Все молитвы, всех мудрецов, всех полубогов, они сводятся только к одному. Ты, Господин, ты даешь защиту всем. Ты есть эти три гуны материальной природы, ты стоишь над этими гунами. Нету никакого другого прибежища у нас, кроме тебя. Ни у кого другого мы не просим защиту. только у тебя. А у его преданных? У преданных Кришне мы тоже просим защиту? Что? У преданных Кришне мы тоже просим защиту? Ну, как у представителей Кришны, конечно, мы просим защиту, потому что преданные Кришне, они наделены теми же качествами, что и самого Господа. Фактически у преданных Кришне 58, что ли, качеств самого Кришны. Не в полной мере, конечно, развитые, но преданные Кришны также дают защиту всем. Каким образом? Тем, что они направляют душу к Богу, они способны дать Кришну другим. В этом их квалификация. Он подвязался, чтобы защитить его. Как он направил его душу к Кришне? Кшат. Хануман направил душу к Кришне. Если он взял его по защиту, так он направил его к Кришне. Кришне. Ну как тут же сразу же этот живот увидела Рамачандру. вопрос какой-то искаженный. А он представитель Кришне чистого плена, который дал прибежище своего Бога. В данном случае мы берем такой контекст определенный слуга и господин. Хануман взял на себя роль господина и он взял на себя ответственность. Вот в чем суть. Есть другие контексты также у этой истории, но мы говорим о том, что слуга он должен предаться высшему господину. Тому, кто его не будет эксплуатировать. Ему это не нужно. Все, что здесь есть, все принадлежит Господу. Какой смысл Кришне нас эксплуатировать? Вообще нет никакой логики. Зачем ему оно нужно? Здесь столько энергии, которой мы долю процента осознаем всего, что здесь есть. Мы видим только маленький спектр того, что мы можем видеть. Слышим маленький спектр того, что мы можем слышать. Здесь столько энергии. Зачем Кришне нас эксплуатировать? Он все нам дарит, он все нам дает. Именно такому Господину мы должны предаваться. суть в том, что слуга не бескорыстный. Он рассчитывает, он предается. Вот в этом смысл. Была вторая часть всего этого. Как же должен поступать сам слуга? Должен ли он чувствовать себя эксплуатируемым, или он должен по доброй воле совершать служение? и здесь есть целая история моей жизни о том, как меня эксплуатировали преданные. Но проанализировав все, я пришел к одному выводу. Каждый раз, когда я чувствовал, что меня эксплуатируют, сразу же Кришна давал мне совершенно новый уровень осознания. все. Как я пришел к преданным? Я продавал на рынке цветы, которые нелегко давались. Можно было их 2000 километров пролететь, чтобы привезти их в Ригу. И в мае подходит Кришна Итка и заболтала меня, и в общем-то я ей за бесценок все отдал. Неделя работы в ноль вообще. Это что, не эксплуатация? Я немножечко возмущался. Через год я уже был брахмачарием в храме. Спустя пару недель я бежал в подземном переходе, спешил на электричку в Юрмалу и увидел эту же женщину. думаю, коллега стоит торгует. купил у нее книгу и пока я доехал до Юрмала я уже стал кришнаитом, я стал вегетарианцем. Мне открылось это. При этом меня только что эксплуатировали, я чувствовал, что меня развели. Но сразу же был целый скачок в моей эволюции. Когда я пришел первый раз в храм, то был праздник, когда все моют храм. и меня вежливо попросили, не хотите ли заняться с вашим домом? Я думаю, какие добрые люди, такие приветливые. Да, я могу вам помочь. Дали мне стремянку, завели в кухню и показали черной копоти потолок. Это был в нормальной одежде. Я должен был залезть на стремянку, с которой легко было слететь. И вот полдня я стоял с этой тряпкой и думал, что я здесь делаю. Это просто эксплуатация. Тебя вежливо попросили и дали самую грязную работу, которую никто не хотел делать. По потолку там можно было упасть, разбиться. Через три месяца я был уже главным поваром на этой кухне. И каждый раз всю свою историю я проанализировал. В тот момент, когда я чувствовал, что меня очень сильно напрягает и эксплуатирует, сразу же после этого был невероятный скачок. Поэтому я за эксплуатацию. Если мы выполняем служение добровольно и сколько нам хочется сделать от души, это чистое преданное служение. Мы предлагаем пять фитильков. Один фитилек я предлагаю чисто, а другие четыре с напрягом. Вот это мое чистое преданнослужение. Мы не на шаг не продвинемся. Преданные они для того и нужны, чтобы заставлять нас двигаться. Если мы чувствуем, что нас эксплуатирует, значит, это мы где-то близко к следующему уровню, следующей ступеньке. Мы уже вплотную подошли к новому уровню. Без этого невозможно продвигаться. Эксплуатация у нее синоним насилия, эксплуатация насилия, а мягкое слово это усилие. Это та же аскеза. Мы должны всегда чуть-чуть быть в таком напряге, иначе ничего не происходит. Если мы не работаем над собой, если мы не прилагаем усилий, если мы не ставим себя в такие условия, где нас заставляют эксплуатироваться, то ничего не будет происходить. Да, мы, конечно, можем думать, что у нас есть здесь несовершенные представители Господа, которые что-то там не все так вот но есть Высший Господин, который все понимает, все видит. И по секрету сказать, у меня есть друзья президенты храма, и они говорят, что периодически Ачитапия Прабу на общих собраниях президентов напоминает, что вы знаете, что после смерти мы отправляемся все в ад, все в курсе. И за что тоже знаете, за то, что мы эксплуатируем преданных, напрягаемых. Почему? Потому что это наша обязанность, а как менеджер может не напрягать. И они все всегда говорит, мы знаем, мы идем отрабатывать свою карму. И я видел много раз, когда те, кто по воле судьбы был в положении эксплуататора, ну, как мы думаем, те, кто напрягает нас, их за это Кришна очень жестоко наказывал. Просто я закрываю глаза руками, чтобы даже меня это вообще не коснулось. И самый лучший способ это не быть менеджером, чтобы тебя не наказывали, потому что это незавидное положение. Но мы должны знать, что Высший Господин это Кришна, и Он все видит. И за наши усилия, за то, что мы идем через себя, мы соглашаемся на то, чтобы делать больше, чем нам по природе. Свойственно. За это Он щедро награждает, потому что Он Господин. Он Господин. Реальный Господин. И такому Господину я готов служить. Почему? Потому что Он дает мне защиту. Поэтому нет вопросов о эксплуатации или служении. Мы делаем то, что мы можем делать. И мы всегда уверены, что Кришна защищает нас в любых условиях, при любых обстоятельствах. Не просто так, как-то что сделали, то и получи чашку супа, просидел целый день на корточках, получи чашку супа. Он дает столько, сколько мы осознать не можем. Это настоящий Господин, это Кришна, это Господин. Поэтому все у нас в порядке и с ведической культурой тоже в порядке. Да, Мадри там зашла в костер, но что она за это получила? Это тоже насилие, по сути дела. Но она получила то же положение, что и ее муж. Вернулся он на Вайкунхе, и она с ним на Вайкунхах. Почему нет? Потому что здесь все отрегулировано. Ведическая культура немножечко жесткая, на первый взгляд, но она справедливая. Справедливая, потому что она дает нам высшую цель. Ну, по меньшей мере, она вводит нас от низшей цели. Это быть здесь, в материальном мире, и продолжать здесь свое существование. И разбираться, кто здесь слуга, кто здесь эксплуататор. Надо все это оставлять. Харе Кришна. Шнаварабады Киньи Я Шнаварабады Киньи Я Киньи Киньи Киньи